Атаки украинских беспилотников на объекты в Москве уже обычное явление – очередной взрыв в центре столицы и стаи дронов, снятые очевидцами. Тем временем контрнаступление в самой Украине проходит крайне медленно. В бой вступил и Азов. В Вильнюсе установили первый в стране Тарамат, который принимает сразу сотню единиц старой, а процесс ее сдачи теперь станет проще и удобнее. Такие аппараты должны появиться по всей Литве, а стоимость одного – как хорошей квартиры. Десятки жителей Паневежиса оказались шокированы новостью, что через их дома и участки пройдет железнодорожная колея Рейл Балтика. Чиновники обещают компенсировать ущерб, но люди не верят и собираются бороться до конца. Жаркий и влажный август привел буквально в бешенство осы шершней, которые кусают людей иногда без всякой причины. Специалисты рекомендуют, как минимизировать ущерб здоровью и что делать, если около вашего дома осы свели гнездо. Около четырех часов утра жители Москвы проснулись от мощного взрыва. Беспилотник вновь атаковал бизнес-центр Москва-Сити. Через несколько часов тысячи россиян были принудительно эвакуированы. А тем временем Стамбул причалило судно из Одессы, загруженное украинскими продуктами питания. Российская пропаганда пока не знает, как объяснить своим зрителям, почему РФ не смогло остановить это судно. Около четырех часов утра москвичей разбудил мощный взрыв. Он прогремел в центре города. В пяти километрах от Кремля, на окраине Москва-Сити. Ночью жители Москвы засняли в небе тот самый беспилотник. Вон в Москву-Сити летит. И поднимающийся столб дыма. Только что не внутрь. БПЛА падает на выставочный центр. Вероятнее всего беспилотник. Вот дым, я прям вспышку видела, видела взрыв. Сижу, рассвет встречаю. На рассвете россияне осматривают повреждения, нанесенные беспилотником. Он упал на крышу павильона номер 8 в выставочном центре. Москва заявляет, что БПЛА упал здесь, в районе Краснопресненской набережной, после срабатывания систем ПВО. Но не успели россияне вздохнуть с облегчением, как в интернете заверусились эти кадры. Над Серпуховом, расположенным в 70 километрах от Москвы, в сторону столицы пролетела целая стая беспилотников. А москвичи начали эвакуацию из района Москва-Сити. Сообщается, что 2000 россиян были вынуждены прекратить работу. И это еще не все. Над российским портом Новороссийск в Краснодарском крае, неподалеку от Крыма, поднялся черный дым. Была ли эта атака беспилотников, пока не ясно. Горит главный российский пункт экспорта нефти в Черном море. Да и в целом, безопасность в море вызывает беспокойство у россиян. Они жалуются, что их военные корабли снова стали мишенью для украинских морских беспилотников. Пока российские корабли защищались, к Босфору подошло судно «Джозеф Шулте». Это первый корабль под гонконгским флагом, который пересек украинский черноморский коридор из Одессы. Судно было загружено украинской продукцией. Кремлевские пропагандисты не могут объяснить своим зрителям, жаждущим сжечь украинские порты и топить корабли, почему Россия вообще разрешила кораблю выйти из Одессы. Об этом говорят люди, об этом говорят политические хохлы в своих пабликах. Они гогочут там просто в голос. И говорят, ну шо, кацапы, как у вас с лицом? У нас с лицом не очень сегодня. Да, правда. А это кадры с фронта. Украинцы продолжают уверенно прорывать российскую оборону. И сообщают, что легендарный батальон «Азов», командиров которого Зеленский недавно вернул в Украину из Турции, уже сражается на Запорожском фронте. Однако американская газета The Washington Post рисует пессимистическую картину перспектив контрнаступления. В этом году Киев не достигнет своей цели выхода к Мелитополю, важнейшему транспортному узлу на юге. Газета утверждает, что ей известно о секретных оценках американской разведки, согласно которым Киев не сможет преодолеть российский сухопутный путь в Крым в этом году. По мнению газеты, Запад, поставивший Украине оборудование на миллиарды долларов, ожидал, что Киев понесет большие потери при прорыве российской обороны, но Киев решил более бережно относиться к жизни людей и изменил тактику контратаки. О том, что Украине не хватает кадров, свидетельствуют и новые попытки Киева призвать молодых людей на службу. Правительство запустило кампанию, которая призывает украинцев смелее защищать свою страну. Но есть и хорошие новости. Вашингтон дал окончательное согласие на передачу Украине датских и голландских истребителей F-16, как только украинские летчики будут готовы. В результате коалиция из 11 стран приступит к их обучению уже в этом месяце. Часть белорусских оппозиционных политиков и общественников, проживающих в Литве, сегодня созвали пресс-конференцию, на которой в очередной раз обратились к властям с просьбой не приравнивать ограничительные меры, введенные в отношении россиян к белорусам. Правда, отдельные представители использовали такие высказывания, что возмутились уже литовские политики. В то время, как литовские политики готовятся вернуться к вопросу о том, стоит ли белорусов приравнять к россиянам и ввести в отношении них такие же ограничительные меры, некоторые белорусские оппозиционеры созвали в Вирнюсе пресс-конференцию, где привели свои аргументы, почему этого делать не стоит. Собравшиеся активисты утверждали, что они являются прозападными, поддерживают украинцев не только морально, но и материально. Но о Литве благодарны за убежище. Мы всегда чувствовали, что страны у нас разные, но душа общая. Но в то же время некоторые собравшиеся не скрывали своего разочарования тем, что Литва намерена защищаться в том числе и от белорусов. По мнению части литовских политиков, в условиях такого огромного потока трудно выявить внедрённых агентов Лукашенко. Кроме того, считают они, нерегитимный президент и его окружение также ответственны за войну России против Украины, поскольку территория соседней страны используется как плацдарм. Я могу заверить, что белорусы в Литве не представляют никакой угрозы для страны, а наоборот в сложный момент будут поддержкой и помощью. Однако некоторые высказывания во время этого собрания звучали с ноткой претензий. Дескать, литовские политики часто перегибают палку. А некоторые высказывания президента Гитана Саналседы – это и вовсе разжигание розни. Такие заявления удивили уже литовских политиков. Я не могу представить себя сидящим в Польше и указывающим Польше, что она должна делать, потому что у государства есть свои правила, своё понимание национальной безопасности. Впрочем, эти высказывания, судя по всему, относятся к той части белорусской оппозиции в Литве, которая часто становится объектом критики даже внутри диаспоры. В нашей стране белорусская оппозиция действительно неоднородна. В сегодняшней пресс-конференции участвовала Ольга Карач, которая ещё недавно часть самих консерваторов называла образцовым оппозиционером. А сейчас Литва решила её статус обеженки и объявила, что та несёт угрозу нацбезопасности. «Некоторые причины очень глупые. Например, потому что Владимир Жириновский дал мне интервью, а значит, я угроза национальной безопасности Литвы. На мой взгляд, причины очень глупые, и это абсурд, и я с этим категорически не согласна». Впрочем, вряд ли причина в интервью Жириновского. Литовские службы выяснили, что Карач получила вид на жительство в Литве ещё в 2014 году, но реально жила на две страны, и только в 2020 году перестала регулярно ездить в Беларусь. Это логично показалось литовским ведомством странным, ведь женщина утверждает, что борется с режимом Лукашенко ещё с 2011 года. «Если бы я был беженцем, а другая страна, соседняя страна, дала бы мне кров, дала бы мне возможность свободно дышать, дала бы мне возможность строить здесь будущее, жить здесь, воспитывать своих детей, я был бы благодарен этой стране. И самое меньшее, что может прийти в голову, это упрекать её и предъявлять ей претензии. В принципе, такой благодарности и уважения к Литве нет». Сейчас в Литве проживает около 60 тысяч белорусов, имеющих вид на жительство, и число их растёт. Пару недель назад было объявлено, что наши службы признали почти тысячу белорусов угрозой безопасности нашей страны. Железная дорога Рейл-Балтика, которая пройдёт через Паневижис, вызвала огромное возмущение жителей. Некоторые люди в результате строительства Европейской железнодорожной магистрали потеряют свои дома. Их планируется просто стереть с лица земли. Жители недоумевают, почему разработчики проекта проталкивают самую дорогую и разрушительную альтернативу. На этот вопрос искали ответ и наши корреспонденты. «Здесь пути пройдут. Прямо здесь и прямо через поля под углом в лес». Ирена, живущая в садовом товариществе под Паневижисом в деревне Бернатонией, была потрясена, когда увидела план трассы Рейл-Балтика. Только тогда она поняла, что их дом, в котором они прожили три десятилетия, будет стёрт с лица земли. «Мы обрадовались, думали, будем слышать поезда, идущие за лесом. Но вдруг оказалось, что поезда пойдут прямо по нашим дворам. Первый этаж отремонтировали, теперь второй достраиваем». Игидия, живущая по соседству, также узнала, что ей придётся переехать из дома своей мечты. «Столько работы сделано, столько всего вложено. И вот в один момент приходят и говорят, что я должна отсюда съехать. Это невозможно понять тем, с кем такое не случалось». У железнодорожной ветки Рейл-Балтика через Паневижис есть три альтернативы. Если Министерство транспорта и коммуникации примет решение о выборе самого дорогого из них, подготовленного разработчиками, то потребуется снос домов жителей. Согласно этому варианту, международный пассажирский вокзал будет построен в черте города Паневижис, рядом с кольцевой дорогой. Ранее компания Рейл-Балтика планировала построить международный пассажирский вокзал примерно в пяти километрах от города в Густонесе. «Это международная, а не региональная станция, которая даст огромный толчок развитию этого места. С другой стороны, я, конечно, не знаю ни одной практики в мире, когда международный вокзал строился где-то за пределами города. В генеральном плане Литвы, наверное, нет ни международного вокзала в Густонесе, ни какой-либо другой станции. Есть международный железнодорожный вокзал в Паневижисе». «Было решено, что на территории Литвы будут действовать три международные станции. Одна из них – Паневижисе». Разработчики и лоббисты проекта пытаются убедить жителей, что именно это – самая дорогая альтернатива является наилучшей. «Этот вариант предлагает самое короткое время в пути для всех возможных маршрутов в рейл Болтика и других существующих железнодорожных маршрутов. С этой станции жители и гости Паневижиса смогут отправиться дальше в направлении Клайпиды, а также в направлениях Купишкиса, Рокишкиса, Даугавпиуса». Однако этот вариант, в отличие от двух других, затрагивает жилые дома и другую недвижимость. По оценкам разработчиков, придется снести около полусотни зданий. «Одна железная дорога, вторая железная дорога, автострада – тут людям нечем дышать. Может быть, надо было раньше об этом думать. Люди возмущаются. А где мы будем жить?» «Где мы будем жить?» Разработчики и исполнители проекта успокаивают население. Они говорят, что люди не будут брошены, они получат компенсацию и смогут приобрести аналогичный дом, сад или другую недвижимость в другом месте. Каждый случай будет рассматриваться специалистами индивидуально. Парламент также дополнил эти стандарты оценки недвижимости, установив, что жилые помещения также должны оцениваться по методу восстановительной стоимости, то есть сколько будет стоить строительство аналогичного дома в другом месте. Однако жители, вернувшиеся после встречи с инициаторами проекта, не сдаются. Они говорят, что будут бороться за свои дома до конца. «Одним словом, заберут с потрохами и всё. Это всё, что я могу сказать». «У некоторых инфаркты случаются от этого всего. Кто за это будет отвечать? Деньгами не откупишься. Как мы слышали на совещании, всё исчисляется деньгами, но не всё покупается за деньги». По оценкам разработчиков, реализация предложенной якобы наиболее рациональной альтернативой обойдётся примерно в полмиллиарда евро. Два других варианта обойдутся чуть более чем в 80 миллионов евро каждый. Международная железнодорожная магистраль должна быть введена в эксплуатацию во всех странах Балтии в 2030 году. В Вильнюсе перед торговым центром установили первый в Литве тарамат нового поколения стоимостью более 200 тысяч евро. В него единовременно можно загрузить более 100 пластиковых бутылок или жестяных банок. При этом автомат пересчитает их буквально за минуту. Жители Литвы уже опробовали новый тарамат, а мы понаблюдали за процессом. В северном городке Вильнюса рядом с одним из торговых центров появился тарамат нового поколения норвежского производства. Его цена, включая установку, более 200 тысяч евро. В отличие от старых тараматов, в этот не нужно загружать бутылки по очереди, ведь он может принять больше 100 пластиковых бутылок и жестяных банок одновременно. Когда тару приносят в пакете, то открывают тарное отверстие и высыпают всё из пакета. После этого достаточно просто закрыть дверцу, и тарамат начнёт считать. Процесс занимает около минуты. После этого результат подсчёта можно увидеть на экране. В случае же, если тарамат по каким-то причинам не распознал бутылку, или, к примеру, человек случайно сдал вместе с пластиковой тарой стеклянную бутылку, автомат просто отдаст её обратно. Ну а принесённую с собой стеклянную тару можно сдать в обычный тарамат, расположенный неподалёку. Жители близлежащих районов или люди, приезжающие издалека, которые накопили много тары, смогут прийти в уже давно всем известный пункт сбора. Только теперь здесь очень просторно, и сдавать тару будет ещё удобнее. Первым новый тарамат в работе опробовала жительница Вильнюса Раса. Отлично, это намного быстрее, просто за счёт того, что не надо вставлять их по одной. Думаю, в будущем так и должно быть, чтобы не надо было класть по очереди. Другие жители Вильнюса также рады, что смогут легче и быстрее сдавать вторсырьё. Это не занимает так много времени и, конечно, упрощает задачу. Не нужно возиться с бутылками, особенно когда часть из них сразу не принимается, отбраковывается. А здесь вы всё это объединили. Очень хорошая идея. Поступающие в тарамат бутылки автоматически распределяются по разным контейнерам. Он сортирует бутылки по типу тары – стеклянной, пластиковой и металлической. Первые два контейнера для стекла. Затем тара поступает на перерабатывающие предприятия. По оценкам, ежегодно на национальный рынок поступает около 700 миллионов бутылок с напитками. При этом, когда в 2016 году в стране поставили тараматы, эффективность сбора тары в первый же год выросла до 90%. Значит, добавленная стоимость системы, а также вклад в защиту окружающей среды – около 60%. Ежегодно дополнительно перерабатывается около 500 миллионов бутылок. По данным Варнаса, объём потребления из года в год растёт. Если в 2017 году по депозитной схеме собрали 540 миллионов бутылок, то в 2022 году уже 670 миллионов, что почти на полторы сотни миллионов больше. Соответственно, жители берут в магазинах большие объёмы. Таким образом, более быстрый и простой способ сдачи бутылок должен ещё больше мотивировать людей сдавать их обратно. Сотни таких тараматов уже существуют в скандинавских странах, и они показали себя весьма успешно. Обычно смотрят на опыт других стран, на те места, где они уже построены. Если есть такой тарамат, объёмы увеличиваются примерно в два раза. В следующем году мы планируем установить около 10 таких тараматов, если всё пройдёт хорошо. А при наличии спроса – и того больше. По словам Варнаса, потребители же от введения дорогого нововведения никак не пострадают. Отъявленная хулиганка продолжает бесчинствовать по Невежиси. На этот раз любительница-побуянец разбила двери и окна Паневежской районной прокуратуры. Это уже вторая выходка менее чем за пару недель. В прошлый раз пьяная женщина разбила 10 окон районного суда. Жители Паневежиса возмущены беспомощностью властей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как хулиганка бросает камень или кирпич в стеклянную дверь Паневежисской районной прокуратуры. Затем поднимает этот кирпич и бросает его ещё несколько раз. Жительница Паневежиса Станислава своими глазами видела выходку молодой женщины. Я вышла сюда и сразу увидела. В первый раз просто била по дверям и окнам. Не получилось разбить. Во второй раз получилось. По словам свидетельницы вандализму, районной прокуратуры сопровождался обильными ругательствами и матерщиной. Женщина немедленно позвонила по общему номеру службы спасения. Она пьяна или наркоманка? Преступница была задержана неподалёку от места происшествия и отказалась от освидетельствования на алкогольное опьянение. В настоящее время начато досудебное расследование по факту нарушения общественного порядка. Как выяснилось позже, стекло двери и окна Паневежисской районной прокуратуры разбила 32-летняя хулиганка, давно пользующаяся дурной славой в Паневежисе. В течение двух дней вымещала свою злобу на здании. Когда мы приехали, то заметили, что дверь была сломана, а когда приехали второй раз, увидели разбитые окна. По словам главного прокурора, эта женщина им хорошо известна. Неделю назад эта же хулиганка бесчинствовала у здания Паневежисского районного суда. Здесь камеры видеонаблюдения зафиксировали, как явно нетрезвая женщина средь бела дня разбивает окна. Было разбито до 10 стекол в окнах первого этажа. В пятницу она пришла и грозила погромами. Вот в субботу исполнила обещание. Правоохранительным органам трудно подсчитать количество выпадов этой хулиганки. Она приходила сюда во время фестиваля Жолинес и развила две социальные службы. За несколько дней до этого она устроила погром в другом месте. Мебель выброшена, здесь поцарапана, здесь опрокинута полка, поврежден пол. Эта женщина печально известна своими нападениями как в больнице, так и в общественных местах. Так она обычно буянит, когда пьяна. Жители Паневежиса возмущены тем, что власти не усмиряют разбушевавшуюся жительницу. Так куда, в дурку или куда? Если она разозрится, если она будет психически неуравновешенной, то подобное повторится снова. У нее что-то не так с головой. Надо что-то делать. Это будет продолжаться, если они так легко отпускают. Сейчас нет наказания. Хулиганство терпят, поэтому так и получается. Это то же самое, что украсть курицу. Нельзя посадить человека в тюрьму. Разбить окно – то же самое. Это не такое серьезное преступление, чтобы сразу сажать человека в тюрьму. Главный прокурор Паневежисской районной прокуратуры утверждает, что в последнее время в различных учреждениях проводятся беседы по поводу нападений небезызвестной хулиганки. Ее боятся многие государственные служащие, медицинские, социальные работники. Но у людей почему-то не хватает смелости заявить в полицию, дать показания, чтобы эта проблема была наконец-то решена. Если человек не хочет лечиться, то есть только один способ это сделать – изолировать его, чтобы он не вредил и не запугивал. Хулиганку снова задержали на двое суток. Поскольку прокуратура Паневежисского района является потерпевшей стороной в данном деле, прокуратура Утинского района, которая инициировала расследование, будет ходатайствовать перед судом о безбрании меры пресечения для подозреваемой. Муниципалитет Паневежису утверждает, что так же делает все возможное, но не может заставить женщину пройти лечение от погубной привычки. С началом сезона яблок, слив и других фруктов, жители нашей страны активнее атакуют опасные любители этих лакомств – осы и шершни. По подсчетам специалистов, число обращений насчет уничтожения этих насекомых увеличилось в семь раз по сравнению с прошлым годом. Более того, в репортаже вы увидите насекомые – гостя, богомола, который помогал работникам истреблять шершней. Из-за потепления климата богомолы все чаще прилетают в Литву с юга. Здесь одно из их гнезд. Сейчас их не видно, надо подождать. Вот, они вылезают из гнезда. Места гнездования осы и шершни показывает Деймонти, хозяйка дома. Несколько мгновений, и оса не только появляется, но и показывает, как она трудится над новым ульем. Борьба с перепончатокрылами, которых здесь, как выясняется, есть два вида – осы и шершни, началась несколько недель назад. Пожалуй, больше всего тревожно по поводу собачки. Она все-таки их ловит, жует, как бы ее не ужалили. Когда сидим на террасе, осы прилетают и не дают покоя. Хозяева, которые живут здесь около года, говорят, что впервые сталкиваются с таким нашествием шершней и ос. Сначала вредители пытались уничтожить своими силами, но вскоре осознали, что нужна помощь профессионалов. Мы купили флакончик с надписью «Против шершней», но это так, бессмысленно, скажем так. И хорошо, что не получилось, говорит представитель компании, борющийся с насекомыми. По его словам, людям без специальных знаний лучше не трогать шершней и ос. Не советуем жителям подходить к осиным гнездам или как-либо ковырять их. Чаще всего это раздражает насекомых, а человек страдает. У нас был уже не один случай, когда обращались уже после укуса. А работа у тех, кто борется с незваными гостями, не в проворот. Ведь насекомые сейчас активно готовятся к зиме. Пока наша съемочная группа беседует со специалистом, один шершень пытается найти место для спячки прямо в кинокамере. Другие жужжащие приютились в металлическом ящике у дома. Пока насекомые не пришли в ярость, специалист приступает к работе, сыпет специальные порошки туда, где начали обустраиваться осы, а также в щели стен, куда они могут переместиться, если почувствуют опасность. Вскоре работник делает неожиданную для хозяев находку. Большое количество шершней поселилось на крыше дома в системе охлаждения воздуха. Вот так выглядит гнездо, которое удалось вытащить. И примерно через час после работ вредители начинают погибать. Представитель компании говорит, что в этом году шершни и ОСТ гораздо больше, чем в прошлом. Об этом говорит статистика обращений за помощью. В 2023-м их в 7 раз больше, чем годом ранее. Точного ответа на вопрос, почему это происходит, у специалистов сегодня нет. Факторов много. Климат, жара, влажность, окружающая среда. На факт, что число перепончатокрылых в этом году особенно велико, обращают внимание и медики. Специалист по неотложной помощи рассказывает, что в этом году уже приходилось приводить в чувства пациентов с аллергией. Если у вас аллергия на укусы, на шершни носите с собой антигистаминные препараты и принимайте их регулярно. У большинства людей, знающих, что у них аллергия, есть эти лекарства. А незнающим следует вызвать скорую помощь, ослабить одежду у шеи, потому что может начаться удушье, тошнота, работа. И медики, и другие специалисты призывают людей не терять бдительности на природе. Если вы пьете сок или пиво, присмотритесь, не наслаждается ли напитком вместе с вами шершень или оса. Бывали случаи, когда попавшая в стакан насекомая жалила беспечного отдыхающего прямо в язык. Кстати, за уничтожением вредителей в частном доме внимательно следил необычный гость – богомол. Он и сам помогал специалистам бороться с шершнями и осами, так как ими питается. А прилетел богомол в наши края с юга. Это житель теплых краев. Он скорее южный европеец. К нам он залетает, когда приходит лето. Последние годы, включая этот, мы встречали богомолов практически во всех районах Аукштайтии. В этом году возможность встретить богомола на своих владениях могли жители Утины и Рокишкиса. Не раз фотографиями этих насекомых делились и вильнюсы. Специалисты считают, что с потеплением климата и тропической жарой богомолов в нашей стране будет становиться все больше. И их бояться не стоит, подчеркивают энтомологи. Это не ядовитое, не жалющее мирное насекомое. И о погоде на ближайшие дни. Здравствуйте, Наглез. Здравствуйте, Катерина. Здравствуйте, наши зрители. Я смотрю, погода на выходные будет такая же жаркая, как и всю неделю. Собираюсь на озеро. А чем будете вы заниматься? Как спасаться от жары? Давайте расскажем нашим зрителям. Мне повезло, потому что я живу не в городе, а рядом с городом. Так что мне лучше. Плюс еще есть озера недалеко. Так что я как-нибудь переживу. А в тенечке, да, в пруду, когда как. Ну и о погоде. Да, действительно, сегодня было жарко. Вот Вильнюс, восточная часть Литвы. Солнечно, жарко, как обычно. Перемещаемся на западную часть Литвы, Жимойти. Здесь облака. Была уже температура пониже, особенно западная часть Жимойти. И почему? Вот посмотрим на побережье. Здесь остались еще, вот Клепеда, вот эти вот облака. Прошел дождь. Дождевые облака проплыли вот они по морю. С юга на север. И зацепили вот краем самые западные районы. Побережье наше. Там, значит, уже не сухо. Смотрим, что будет дальше. В общем и целом, сохраняется вот эта область высокого давления. К нам все еще плывет воздух с юга-востока. Он жаркий. В этом потоке вот еще вот кое-где вот такие вот еще вот очаги дождей. Но в общем и целом, все пространство еще мало облачно. И сухая погода преобладает. Ну и поскольку сухая и воздух приплывает из приволжских степей, он жаркий. И поэтому и ночью очень тепло, и днем пока все еще жарко. Особенно на юге. Там уже действительно пекло. Вернемся в Литву. Ночь будет малооблачная. Но местами, особенно вот на северо-востоке, будут очаги такие дождевые очаги. Там могут пройти летние такие, ливнеобразные дожди. Может быть с грозой. Утро будет солнечным, а днем это все повторится. И облака могут кое-где вырастить так, что даже и град посыпется. Может быть. Есть такая вероятность. Минимальная температура еще очень высока. 18-20, где-то 21 градус. Значит, жаркая ночь. Завтра днем тоже 29-31. Ну, только на северо-востоке будет 26-28. В воскресенье примерно то же самое. Разрозненные очаги летних дождей. Ночь и днем все еще так же жарко. А в понедельник погода меняется. Меняются главные потоки. И все, жара уходит. Ночь еще мог быть теплой. Между прочим, с кратковременными дождями. А днем уже 24-26. Все, уходит жара. И приходит умеренно теплая погода. Так что вот погреемся и хватит. Отвечая от выходных. Так, да, очень выходные вот для отдыха около водоемов очень хорошо. Очень хорошая погода. Но где-то вот зонтик припрятать или там накидку какую-то не помешает. Ну, не может не радовать, что со следующей недели мы немножечко выдохнем. Потому что, не знаю, как вам наглес, мне было очень тяжело на этой неделе. Да, действительно так. Что ж, спасибо большое. Хороших вам выходных. И хороших выходных нашим зрителям. На этом у меня все. Всего доброго до понедельника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова